Изменятся ли правила ввоза в Приднестровье медикаментов? На каком этапе сейчас переговоры по данному вопросу? И о каких восьми протоколах пишут зарубежные СМИ? Об этом и не только сегодня в интервью нашему телеканалу рассказал глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев. Ключевые моменты в сюжете Александра Лагутина. Режим импорта лекарственных препаратов через пункт пропуска Кучурган остается прежним. Медикаменты в Приднестровье все так же свободно поступают. Напомним, что в апреле молдавские таможенники отказывались пропускать машину с таким медгрузом, требовали возить лекарства по правилам Кишинева. Сейчас экспертные рабочие группы по здравоохранению пытаются решить вопрос. На встречах согласовывают реестры лекарственных препаратов, которые у Приднестровья и Молдовы сильно отличаются. Пока ведутся переговоры с точки зрения общепринятой дипломатической практики, никаких односторонних действий предприниматься не должно. Об этом мы говорим всегда и не только по сфере и по теме Кучургана. Я очень надеюсь, что такие же позиции будут предприниматься Кишиневым и по другим вопросам. Поэтому переговоры ведутся, с лекарственными проблемами мы не наблюдаем. Да, мы мониторим ситуацию регулярно, ежедневно. Причем мы взаимодействуем не только с молдавскими представителями, но и с украинскими коллегами. Проблем нет. Накануне состоялась встреча парламентариев Украины и Молдовы. В СМИ пишут, что обсуждалась совместная работа по информационной безопасности и по созданию полной блокады Приднестровья. Для этого были подписаны 8 протоколов о введении совместного контроля на Приднестровской границе. Я уже вчера направил официальный запрос в адрес политического представителя с просьбой дать разъяснение относительно ситуации. В рабочем порядке и верифицируя эту новость, мы пришли к выводу, что источник только один этих новостей – молдавский. И пока основания полагают, что на самом деле действительно подписывались какие-то соглашения, у нас нет. В Министерстве иностранных дел также внимательно изучили национальную стратегию Молдовы. Ее совсем недавно большинством голосов принял парламент соседней страны. В документе обозначены основные угрозы для Молдовы. Это военный потенциал Приднестровья и оперативная группа российских войск. Там в Приднестровье названы военные угрозы, там четко говорится о необходимости вывода российских войск. И по сути принятие этого документа лежит в конве целой череды, целой последовательности действий, которые предпринимаются официальным Кишиневым с целью выдавить военное присутствие России и любые другие формы присутствия России с данного регионального пространства. В Министерстве иностранных дел Приднестровья напоминают, что ОГРВ является составной частью механизма ротации миротворческого контингента. Ни о каком выводе и разрушении миротворческого механизма на берегах Днестра не может быть и речи, подчеркивает Тирасполе. Александр Логутин, Роман Донец и Александр Зубков. Первый Приднестровский телеканал.